Ожидание результатов голосования в штабе Владимира Зеленского больше походило на затянувшуюся вечеринку. Бар, караоке, выступления комиков. Сам кандидат играл в теннис и принимал поздравления с выигранной партией. И похоже, что лидер президентской гонки на Украине сам не ожидал такого результата и повышенного внимания со стороны журналистов. Друзья, спасибо, спасибо всем. Я не знал, что столько камер будет снимать. Слова благодарности избирателям Владимир Зеленский произносит и со сцены, но все же отработанную предвыборную тактику общения с электоратом в онлайне менять не стал. Главная речь публикуется в социальных сетях. У нас такая большая армия таких вот потрясающих людей, уникальных, офигенных, креативных, теплых и доблых. Это уже первая большая победа. Наша с вами. Я вот правда, я не просто с ней делюсь, а меня такой же, как и вы. И нас ждет впереди еще большая, серьезная. Уверенность в победе в первом туре Владимиру Зеленскому придавали данные экзит-пулов. Почти все из них отдавали кандидату 30% голосов. Первые данные из центра избиркома лишь подтвердили их достоверность. После подсчета 70% бюллетеней у Зеленского те самые 30%. А вот для действующей власти результат просто провальный. Пять лет Петр Порошенко примерял на себя роль лидера нации, но едва смог перешагнуть черту в 15%. Я не пребываю в эйфории. Я критично и трезво понимаю тот сигнал, который сегодня подают действующей власти. Это суровый урок для меня и всей нашей команды. Подводя итоги первого тура, Петр Порошенко фактически начал предвыборную гонку второго круга. Начал с оскорблений. Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре. И я не стесняюсь это говорить с марионеткой Коломойского. Коломойскому не дадим ни единого шанса. Владимир Зеленский больше отшучивался, но говоря серьезно о перспективах во втором туре, решительно отказался от коалиций с любым из кандидатов. Я хочу подякувать каждому украинцу, который голосовал не по приколу, голосовал за нас. Нет, 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 нет. Мы ни с кем не ведем никакие переговоры. Нам не о чем говорить со старой владой. Юлия Тимошенко, которая пока идет на третьем месте с 13% уже заявила о фальсификациях, чтобы доказать их. Штаб лидера Батьковщины считал голоса самостоятельно. Мы не оспариваем первое место Владимира Зеленского с результатом 27%. На втором месте находится наша команда с результатом 29%. И на третьем месте Порошенко 17,5%. В правдивости официальных результатов голосования усомнился и Юрий Бойко, ставший фигурантом расследования из ГУ после своей недавней поездки на переговоры в российскую столицу. Кандидат от оппозиционной платформы «За жизнь», который получил больше всех голосов жителей Донбасса, уже настраивает своих сторонников на следующую избирательную кампанию. Фиксировали сотни нарушений. В списках числились мертвые души, голосующих подвозили автобусами, кандидаты вели незаконную агитацию. В Днепропетровске женщина, назвавшаяся журналистом, прямо на входе в избирательный участок предлагала наличные за галочку напротив нужного кандидата. Согласившихся на подкуп записывала в тетрадь для отчетности. Центр избирком уже признал выборы состоявшимися. Это несмотря на то, что миллионы украинцев были лишены права принять участие в голосовании. В первую очередь это касается тех, кто проживает в России и в Донбассе, где не открылся ни один избирательный участок. Спасибо.